Друзья, смотрите, мы перезагрузились сейчас и вы можете задать вопросы, я буду на них отвечать именно по этому институтскому курсу, не просто вопросы, а именно по существу. Да, пока еще присоединяются, уже 40 человек, но еще никто не задает. Ну да, тоже вот 50, цифра. Пока только хорошего вечера желает. До какого числа проходит первый курс? Он не будет иметь такого жесткого временного, понятно, что один человек может раз в неделю посвятить этому делу, а другой каждый день может писать. Условно, да, 100 дней. То есть и задачи будут такие, чтобы их можно было условно за 100 дней сделать. Понятно, с такой интенсивностью вряд ли кто будет работать, но условно год. Ну и по окончанию года вы будете продолжать учиться, ну как бы вот с другим темпом. То есть я когда буду просматривать работу, я буду смотреть на дату ее публикации в альбоме. С этой даты я уже снова проговариваю по каждому из уроков, которые ведутся. Спрашивают, можно написать, куда нам обращаться, чтобы не попасть на пиратов? После эфира мы выставим пост об этом. Да, Сашенька и Карина выставят. Вопрос, я могу присоединиться к курсу через месяц? Можно, конечно, я же говорю, что просто будет другой темп. Вернее, другие уже будут впереди, а вы еще, ну, очень плавающая будет. Кто будет считаться человеком, окончившим институт, и будет ли диплом? Придумаем диплом. Что же, с таком сухой не можем себе позволить. Я надеюсь еще подключить, ну, чуть попозже, вот когда мы будем делать уже такие достаточно сложные задачи, подключить профессиональных художников из институтов, для того, чтобы и они как-то вот комментарии свои производили. Вот. Собственно, на это тоже понадобятся вот эти вот средства, которые мы будем получать как институт. Ну, чтобы их подключить. Я надеюсь, они не откажутся, потому что дело-то доброе. Она спрашивает Игорь Сахаров и Фуинет. Это не ваш сайт, я там купила много уроков. Нет, это пираты. Мы как раз об этом говорили в прошлом, в предыдущем прямом эфире. Сколько всего планируется частей курса? Условно, ну, во-первых, их будет 100. Во-вторых, по примерно каждые 20, ну, там, может быть, в одном будет 22, а в другом 18, но примерно вокруг двадцатки. Ну, то есть 20 пройденных уроков курс. Спрашивают, как присоединиться к курсу и сколько стоит? О цене и, впрочем, вы узнаете. Напишите нам в директ. Санечка, говори громче, а то будешь... А я близко очень к телефону. У меня сегодня был вопрос на трансляции. Если какие-то уроки не нравятся, можно ли их не писать, но при этом принимать участие в курсе? Ну, конечно, можно. То есть не обязательно выполнение... Прогул забишем и все, никаких наказаний. Здравствуйте, Игорь. Можно ли посвятить урок и, например, рассказать о тональности и различных видах освещенности? Как собирается выигрышная композиция? Что учесть в постановке? Ну, мы это все будем рассматривать. Просто в свое время. Конечно, все будем рассматривать. Ну, практически все, что институт предлагает, буду предлагать и я. Просто у нас... Чем будет отличаться от очного института? Ну, прежде всего тем, что задачи... Ну, вы же понимаете, что градация между институтами тоже колоссальная. Есть, может быть, три ведущих института, которые выпускают таких тяжеловесов, а остальные художественные институты выпускают очень даже легковесов. Вот. Мы постараемся где-то посередине этого... Но наш главный ориентир — учесть ваши интересы в том смысле, что у вас и времени не столько, сколько у студентов, и, может быть, средств не столько, сколько мобилизуют для своих чат в институтах. Поэтому вот будем все это учитывать и развиваться. Спрашивают, а когда официальное начало учебы? Ну, оно уже произошло. Те, кто уже приобрел первый курс, первые десять уроков вступительных, знакомство с масляной краской, преодоление этого страха, уже фактически стали... начали учебный год. Ха-ха-ха-ха-ха. Будет ли в курсе урок о том, как правильно выбрать холст? Это очень тактильная вещь — выбор холста. Сразу вы не сможете понять, что такое хорошо и что такое плохо. Мало того, чтобы узнать, насколько плохо, прежде всего, насколько плохо холст, нужно о нем попробовать. Поэтому те, кто хочет эффективно обучаться, конечно, лучше иметь предсказуемый холст. Предсказуемый холст у Карины на сайте, пожалуйста. И, насколько я знаю, очень недорого. У нее сейчас прямой ажиотаж покупал, потому что недорого. А качество — то, на котором я пишу. Вы будете писать ровно на том же холсте. Тут несколько повторяющихся вопросов. Получается, чтобы начать, надо купить первый курс. Это 10 начальных уроков? Да. Нет, ну, смотрите. Если для вас вот этот вот страх масла уже давно преодолен, вы можете приступить со второго. Ну, так сказать, условно, вы в первом не нуждаетесь. А второй вот копии старых мастеров уже, наверное, все-таки нуждаетесь. Поэтому... А очные групповые вы будете проводить? Очные групповые в дальней... А, ну, я их и провожу, но провожу как бы для тех, кто вот из Москвы приезжает. Ну, иногда и издалека приезжает. Ну, здесь, у себя, в Переславле. А как я могу очные проводить? По стране поехать? А в закрытой группе будут рассматриваться только точные копии? Нет, ну, если... Если вы, допустим, просмотрели фильм «Копию Шишкина». Вот я там сделал «Копию Шишкина». Вы просмотрели... И не хотите именно это сделать. И сделаете другую. Но, понимая задачу, ну, честь будет и хвала. То есть, так можно. Ну, да, такой же вопрос. Можно ли писать свои композиции, используя знания и задачи, поставленные в уроки? Да. А можно купить только 7 уроков из первого курса и стать участником уроков? Можно. Ну, как все, наверное. Как раз именно в живописи онлайн учиться очень удобно. Потому что видео... Ну, вот я же говорю, что люди прислали уже первые работы. Но ни одного сбоя. Как можно учиться? Вот люди, может быть, некоторые из них никогда не прикасались к маслу. Ни одного сбоя. Как можно учиться? Ладно, если бы хоть кто-нибудь прислал бы, ну, такую, ну, совсем корявенькую. Ну, такую корявенькую. Ну, нет ни одной... Вот по-настоящему корявенькой работы. Все вполне себе поличные. И уже картины. Ну, а есть там просто вообще шикарные. Ну, понятно, когда начнутся более сложные задачи. Там боятся... Ярко... Ярко выраженная слабость. Немощь еще. Ну, я думаю, что потихонечку мы еще с этим всем разберемся. Вот я бы тогда хотела начать со старых мастеров и пропустить, видимо, первую часть. Могу получить тогда на продолжение? Не, ну, сейчас пока он этот пакет... Я буду пакет этот формировать. По мере... То есть, я его сейчас целыми днями делаю. И у меня уже, как бы, практически весь материал набран на второй пакет. Сейчас, вот как только я его закончу, сразу он выйдет. И я сразу приступлю уже к следующему пакету. То есть, я буду с опережением идти. Вы за мной не успеете. Несколько раз повторяется один и тот же вопрос. Для курса, какие нужно приобрести мастихины, номера? Ну, вот те два, собственно, мастихина, которыми я постоянно пользуюсь. Все это у Карины есть. Там 12,60. Ну, там, да. Очень нехитрые мастихины. Ну, один, как бы, так и назывался Сахаровский этот рыбка. А другой обычный. Так, ну, вопросов пока нет больше. Поэтому, я думаю, мы можем закончить для того, чтобы опубликовать всю информацию. Да, да. Сейчас много информации опубликуется для вас, и вы все будете знать. Угу. До свидания. Алло.